Горячая линия Валентина Чепелева, начальник сектору профілактичної роботи та розслідування пожеж Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області. Вітаю вас в нашій студії. Говорити ми будемо саме про пожежі. І, Валентина, давайте почнем, знаєте, з чого, що ми посмотрим все-таки такий достатньо ролик обычний, скажімо так, в ньому буде все, що ми знаємо. Єнкину несущее багато інформації. Много інформації. Пожалуйста, в быту у нас як. Контролюй дрібниці. Вогонь не вибачає помилок. Служба по рятунку 101. Відповідальність рятує життя. Ну вот, 101 – це номер, який кожен із нас знаєт з дітства і в случае необхідності должен чітко їм воспользоваться. Обстановка з пожарами. Сейчас більш холодна погода, естественно. К сожалению, летом, коли жарко – це одні причини, коли становиться холодно – це дополнительні причини. Як у нас сейчас? Действительно, тема актуальна. Тема, касаємо осенне-зимнєго периода і рискової опасності, які він в себе несет. Що хочеться сказати. Спасатели этот период называють пожароопасним. Действительно, статистика утверджає це вираження. Именно в жилому секторі, в жилому фонде в этот период происходит наибольшее количество пожаров и загораний. І, к сожалению, именно в этот период фиксирується наибольшее количество гибели і травматизм на пожарах. Якщо ми будемо говорити в количественних показателях, то всього с начала года в Николаївській області відбувається більше 2 тисяч пожаров. В тому числе один ребёнок. Здесь, к сожалению, тоже имеем показатели роста. І травмувано 41 человек, що на 86% більше, чем показатели прошлого року. А почему так получается? Люди не так быстро, допустим, обращаются на ту же службу 101? Почему? Начинають сами тушить. То есть рост за счет чего происходит такой вот ужасный? Ну, скажем так, цифры все относительно, сравнивая определенные периоды разных лет, фактически картина идентична для всех лет. То ли это снижение, то ли это повышение. Но причины остаются одними и теми же. Это определенная рода культура поведения человека, определенное незнание правилного поведения в различных неординарных ситуациях. Если говорить о причинах возникновения пожаров, то, опять-таки, для этого периода они стандартны и ежегодно одни и те же. Лидером в перечне причин является неосторожное обращение с огнем. На втором месте это нарушение правил устройства и эксплуатации электроприборов. Именно в этот период характерно нарушение правил эксплуатации электрообогревательных приборов. И последняя причина это неправильная эксплуатация или установка печного отопления, что для этого года также будет характерно, поскольку многие домовладельцы будут переходить на альтернативные виды обогрева жилья и использовать котлы на твердом топливе, иногда забывая о вовремя проведенных нормах безопасности. Дальше мы обязательно поговорим и о профилактике, и о том, что нужно помнить при наступлении осенне-зимнего периода, особенно тем, у кого есть индивидуальное отопление, и о рейдах, которые проводят работники службы. Вот сейчас, знаете, какой вопрос еще хочу задать, связанный с оперативной обстановкой с пожарами. Насколько вообще сейчас наша служба обеспечена всем для того, чтобы вовремя приехать и с минимальными потерями, насколько это возможно, потушить пожар? То есть нет ли проблем с доездом каких-то вот таких вот чисто технических, которые уже идут, к сожалению, от службы? Естественно, есть определенные моменты, касаемые расстояния до прибытия первого пожарно-спасательного подразделения. Это касается отдаленных сил, да. То есть, естественно, какой-то запас времени необходим для прибытия первого автомобиля. Что касается материально-технического оснащения, на сегодняшний день, пускай даже определенные элементы устаревшие, та же техника, но она поддерживается в боевой готовности. И на сегодняшний день служба действительно готова к реагированию на различного рода чрезвычайные ситуации, в том числе пожары в частном жилом фонде. Но вернуться к обратному, хотелось бы напомнить о том, что кодексом гражданской защиты в Украине обязанность за соблюдение норм пожарной безопасности в жилом фонде возложена именно на собственников жилья. Поэтому именно сам домовладелец заинтересован обеспечить свое имущество всеми необходимыми предметами для применения каких-то первичных мер пожаротушения. Это частного сектора и, наверное, уже ассоциации со владельцами много квартирных домов. Да, даже это касается и жильцов обычных квартир. То есть какие-то элементарные первичные средства пожаротушения необходимо иметь для того, чтобы вовремя успеть ликвидировать возгорание на первичных его стадиях. Потому что здесь на счету каждая секунда и огонь не ждет каких-то… Да, даже так элементарно, да, не растеряться, набрать воды и попытаться потушить или чем-то накрыть и ни в коем случае этой водой не поливать электроприборы. Тоже мы будем об этом всем говорить, да, в профилактических мерах. И вот еще такой вопрос, очень актуальный для, может быть, более таких крупных городов, чем наш Николаев. Но все-таки у нас тоже есть высотные дома, которые превышают там, да, и 16 этажей и так далее. Особенно вот эти вот новые районы. Как там вот, если не дай бог, на верхнем этаже что-то случится? То есть есть какие-то технические средства для того, чтобы туда попасть? В этом году у нашей службы, будем говорить так, пополнение, да. Автоколичественный подъемник, благодаря усилиям органов властей, была приметена единица техники, которые позволяют выполнять работы по тушению, пожару и спасению людей на высоте, да. Поэтому, скажем так, и уровень тактической и тренировочной подготовки наших спасателей таков, что выполнение заданий какой-либо сложности будет всегда иметь положительный результат. Да, тем более, что ежегодно проводятся тренировки, учения тактические, тренировочные по отработке нормативов по спасению людей и тушению пожаров в высотных зданиях. На буквально 9 октября такое резонансное событие произошло. Это пожар, пожар в одном из районных центров, это была Новая Одесса. Сейчас мы запустим видео, видео с места события, и специалист будет комментировать, смотрим. Картина, конечно, ужасная. Здесь вы видите непосредственное место возникновения пожара. Пожар начался в пристройке к одноэтажному жилому дому. В месте нахождения электроприборов и предварительная ориентировочная причина пожара на сегодняшний день такова, это нарушение правил эксплуатации электроприборов и короткое замыкание электросети. Просто к счастливым стечением обстоятельствам 9 детей и их родители остались живы при этом пожаре. Последнее видео это они в больнице, да? Да, сейчас они находятся в Новоодесской районной больнице, все в удовлетворительном состоянии. Я же говорю, просто по счастливой случайности пожар вовремя был выявлен. Поскольку он произошел ночью, естественно, все домочадцы уже отдыхали. Просто крик самого наименьшего ребенка, 4-месячного, разбудил мать, отца. И, соответственно, тогда они уже все явные признаки пожара, задымления, спецфический запах услышали. И, естественно, начали уже принимать меры по спасению детей. Поэтому, действительно, с началом осенне-зимнего периода такие пожары имеют место быть. И, действительно, необходимо принимать все меры безопасности и предосторожности для их предупреждения. Ну, очень хорошо, что все остались живы. Это самая большая ценность, это человеческая жизнь. И, в принципе, очень большая есть надежда, что все-таки у районного бюджета хватит денег для того, чтобы какие-то подъемные выплатить. Потому что, в принципе, это тот случай, когда бюджет и Сельского совета, в данном случае районный бюджет, там, в принципе, аккумулируется. И людям не придется зимовать где-то там, не на улице, а где-то, может быть, в неприспособленном помещении. Будем надеяться, что все будет сделано правильно. Ну, даже по факту пожара, если можно добавить, очень оперативно среагировали социальные службы, волонтеры. Естественно, люди оказались, скажем так, в прохладную погоду, без крыши над головой и без одежды. Поэтому на сегодняшний день, по мере возможности, всеми силами оказывается помощь богорельцам. Все работают. И вот как раз в продолжение нашего разговора, да, мы уже выяснили, что одной из причин возгорания бывает, это замыкание электропроводки по какой-то причине. Давайте посмотрим. Действительно, ответственность, она спасает жизнь. Прежде всего, нам с вами нужно подходить ответственно к тому, что мы делаем, к тому, как мы живем и как мы оборудуем свой дом. Поэтому такие элементарные правила, как подключение, да, так не нагружать электросеть. Конечно, у всех есть множество, да, вот даже мы, да, смотрите, компьютер есть дома, правда же, есть. Мобильных телефонов, наверное, несколько, потому что у каждого члена семьи он есть. Телевизор, может быть, и не один, потому что там кто-то смотрит. Компьютеры тоже бывают разные. И, естественно, да. И вы живете в квартире электропроводка, в которой монтировалась в 70-х, 80-х годах? Да, самое интересное, потому что вряд ли, да, мы вот покупаем, а для того, чтобы сделать электропроводку, естественно, нужны деньги, нужны силы, это нужно время. А, к сожалению, у нас бывает, что-то выбивается из этого ряда, а может быть, нету и всех трех позиций на сегодняшний день. Поэтому надо осторожнее там стараться, во всяком случае. И вот еще, кроме того, что загружать не нужно электросеть, есть еще курение в постели, короткое замыкание электросети, это мы уже сказали, неосторожное обращение с огнем. Давайте пойдем по всем этим пунктам. Курение в постели, казалось бы, самое элементарное, этого делать нельзя ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах и все равно. Да, если говорить об этой причине, то это причина, лидер, к которому сопутствуют летальные исходы. Чем это связано, в первую очередь, с тем, что у заядлых курильщиков изначально в сознании уже теряется, скажем так, чувство осторожности по отношению к сигарете. А если это состояние еще сопровождается алкогольным опьянением, то, естественно, все инстинкты самосохранения полностью утрачиваются. А почва для начала пожара благоприятная. Если привести пример, то температура отлеющей сигареты составляет около 300 градусов Цельсия. И если этот окурок попадает на горючую поверхность, а постельные принадлежности, либо предметы мебели таковыми являются, то процесс самовоспламенения происходит в течение 40-50 минут. Но это не самый главный опасный фактор. Еще опаснее фактор пожара есть токсичные продукты горения. В результате которых в основном в 99% случаев наступает смерть курильщика на пожаре. Если мы вспомним о том, что наши помещения, квартиры, дома загружены синтетическими полимерными материалами, которые при горении выделяют от 50 до 100 видов токсических химических соединений. И основная причина гибели в таких случаях является отравление такими соединениями. И кроме того, если еще привести пример, когда горящая сигарета или искра попадают на постельную принадлежность, то, естественно, огонь вспыхивает не моментально, и явные признаки дыма, запах гари появляются тоже не сразу. Но достаточно истлеть одному квадратному дециметру, то есть это площадь 10 на 10 сантиметров, ковра либо постельной принадлежности, для того, чтобы комната, скажем так, превратилась в газовую камеру. И человеку достаточно 2-3 минуты вдыхать такой воздух для наступления летального исхода. – Короткое замыкание электросети мы уже достаточно подробно обсудили. Ну вот, а как можно подстраховаться? Потому что все-таки, уходя из дома, даже если ты выключил все, там, электроприборы, телевизоры и так далее, холодильник остается, его никто выключить не может, ну хотя бы потому, что действительно испортятся продукты. – Единственный ли выход хорошая электропроводка или же все-таки еще что-то можно? – Ну, скажем так, для электротехнических причин пожаров, да, для того, чтобы их избежать, мы очень редко пользуемся такими методами профилактики, да, то есть профилактические осмотры. Есть на сегодняшний день замеры сопротивления электропроводки, такой вид проверки, прочности, да, который, с помощью которого можно выяснить, сколько потребителей одновременно можно включать в электросеть и выдержит ли она. Во-вторых, еще раз повторюсь, что для проведения любых электротехнических работ необходимы специалисты, специализирующие на себе именно на этом виде работ, потому что самодельные поломка скрутили вскруткой, как-то там припаяли самодельными паяльными лампами, либо оставили вообще не заизолированную, а авось пройдет. Но, к сожалению, на авось в этих случаях полагаться не надо. Кроме этого, касательно электротехнических причин пожаров, в этот период опять-таки будет актуальным вопрос использования электрообогревательных приборов. И если, скажем так, магазины электроприборы в общей сложности безопасны, то самодельные, так называемое кустарного производства, вот именно они несут основную угрозу. Но даже те, которые куплены в магазинах, необходимо обращать внимание на наличие сертификата качества, на наличие технического паспорта, инструкции с прописанными мерами безопасности на случай различных ситуаций. Кроме того, даже если происходят поломки таких приборов, опять-таки необходимо осуществлять ремонт именно в специализированных магазинах, которые могут давать гарантию, а не самостоятельно принимать какие-то меры. Вот оставленные без внимания электроприборы. Каждая мама, каждый родитель, и папа тоже, и бабушки, и дедушки, в принципе, знают, что нельзя оставлять ребенка в комнате с включенным каким-то электроприбором. Но тем не менее, ой, я сейчас быстренько побежала на кухню, да, и принесу стаканчик молочка. Кухня может быть там в метре просто, очень маленький коридор, но тем не менее, вот эти вот минуты, эти секунды достаточны для того, чтобы ребенок обжегся или перевернул этот электроприбор, испугался просто хорошо, никаких травм у него нет, он его перевернул на ковер, не знает, что делать и так далее. Прибегает бабушка, тоже впадает, так сказать, в такое состояние достаточно возбужденное, потому что действительно страшно, тут ребенок, он плачет и так далее. Что делать? Не выдергиваем, начинаем как-то то ли к ребенку, то ли к прибору. Но из этого получается не очень хорошая ситуация. Что нужно обязательно помнить и как себя контролировать вот в таких вот случаях? Либо же, если есть пожилой человек в доме, тоже это достаточно сложно, потому что уже не так ординация движений и так далее, особенно если он один находится. Если мы заговорили о детях, да, и о правилах обучения детей, то я отмечу, что любой ребенок копирует модель поведения своей семьи. И для того, чтобы обучить ребенка правилам безопасной жизнедеятельности, в первую очередь им нужно показать правильный пример самими же родителями. Если родители допускают электроприборы, включенные на плите, и уходят из дому, естественно, ребенок это все копирует. Или идут разговаривать по телефону. Или идут разговаривать по телефону, да, а на плите выкипает еда, и начинаются уже звонки соседей на линию 101. То есть самое главное правило, это родителям, в первую очередь, независимо от того, какие знания даются в школе, в детском саду, самостоятельно ребенку показывать, и показывать на примере наглядном о опасности, которые могут их подстерегать в доме. Естественно, для детей запретный плод сладок. Где-то пошалиться спичками, включить электроприборы, проверить, что же такое резетка и что в ней внутри находится, да. В этих случаях, опять-таки, здесь главная роль родителей. Совместно, скажем так, сесть рядом, достать спички, показать, что вот такую опасность они могут представить. Ты можешь обжечь руку, даже подставить свою руку или руку ребенка. То есть с этими наглядными примерами, наглядным образцом показывать ребенку об опасности. О профилактических мерах. Нашу программу, в принципе, тоже можно считать профилактической мерой, потому что мы проговариваем то, что действительно, вот если мы все это запомним и сумеем этим воспользоваться именно тогда, когда это нужно, оно действительно поможет нам избежать многих опасностей. И вот еще одна из профилактических мер – это рейд. Давайте посмотрим. Частный сектор, да? Да. Здесь на видео вы видите мероприятие, которое проводится в ходе так называемой операции «Жилье» ежегодно с наступлением осенне-зимнего периода. Инспекторский состав, личный состав гарнизона госслужб по чрезвычайным ситуациям совместно с представителями районных органов властей, совместно с представителями социальных служб проводит так называемую разъяснительную инструктирующую работу, потому что, как показывает практика, информацию, которая доносится со средств массовой информации, я на минутку потом остановлюсь именно на этом нарушении, которое только что увидели. Но самая эффективная работа – это контакт, скажем так, лицо в лицо, для того, чтобы человек зрительно воспринял человека в форме, обратил внимание на эту же листовку, где-то какой-то вопрос задал ему квалифицированный специалист, ответил. То есть именно личностный контакт лицо в лицо с человеком приносит гораздо больше результатов, чем информация-то воспринята, скажем так, из других источников. Да, уже более серьезно, то есть действительно уже понимают серьезность ситуации. Что мы видели, да, что это было? Да, что мы видели, когда приближалась камера, камера приезжала. Видно было ввод электрокабеля в дом, скажем так, ну, где-то в группе риска находятся жители этого домовладения, потому что, во-первых, скрутка была заизолированной изолентой, как вы видели, что категорически запрещено. Во-вторых, этот кабель навешан на деревянный брус, как вы видите, то есть абсолютно все условия для успешного Да, горючий материал неправильно сделан само по себе соединение, да? Да, да, все условия для того, чтобы начался пожар и распространился под крышей этого домовладения. Ну, очень быстро. Вот хорошо, сняли, увидели, да? Естественно, наверняка, я просто в этом уверена, инспектор обратил внимание. Естественно, на нарушения, которые выявляются в ходе рейдовых проверок, обращается внимание, но, к сожалению, на сегодняшний день осуществление государственного надзора или контроля, либо применение каких-то функций, а именно штрафование и так далее, нашу службу не возложено. И непосредственно органы местного самоуправления могут контролировать эти вопросы. И опять-таки вернемся к тому, что ответственность за обеспечение пожарной безопасности своего имущества, своего дома, своего гаража, пристроек и так далее, и так далее всего жилого фонда полагается на самих собственников дома, либо на квартиры съемщиков, если это оговорено в договоре съема. Ну и самые благодарные и самые, наверное, восприимчивые к информации люди — это дети, потому что им все интересно, особенно так, как подается ваша служба. Это действительно, сам даже будучи взрослым человеком, если мы попадаем на эти мероприятия, с удовольствием в этом участвуешь, с удовольствием это воспринимаешь и даже узнаешь, да, пусть это прописные истины, но они настолько вот в такой форме поданы, замечательные, что просто они ложатся вот туда, куда нужно, да, вот в наше сознание, и потом наше дело только их извлечь. Смотрим, как это происходит в детском саду. Служба придумана из Украины с Луфей. Служба придумана из Украины с Луфей. Служба придумана из Украины с Луфей. Вот мы посмотрели, да, такой вот кусочек, фрагментик этого мероприятия, значит, два раза в год проводятся. На что? Ежегодно два раза в год в дошкольных и школьных учебных заведениях проводятся недели безопасной жизнедеятельности, в которых активно доносятся и детям, и их родителям информация о нормах безопасности. Естественно, у нас есть определенный график посещения детских садов и школ, и высших учебных заведений, потому что информация, которая расскажется преподавателям, и учителям, и воспитателям, она будет воспринята по-своему. Но когда на территорию детского сада заезжает красный пожарный автомобиль, раздаются шарики с правилами безопасности, ребёнок может примерить каску спасателя или поддержать рукав, то эти впечатления более сильные, и действительно в подсознании отложится намного больше полезной информации. Спасибо большое. К сожалению, наше время истекло. Спасибо вам за информацию. Приходите к нам ещё. Я желаю, чтобы действительно в вашей работе было больше таких моментов общения с детьми или с людьми, которые действительно воспринимают, и поменьше всё-таки вот тех трагедий, драм, которые, к сожалению, случаются в нашей жизни. Спасибо вам большое. Я дякую вам, шановные телеглядачи, за то, что вы залишаетесь с нашим телеканалом. Мы готовим для вас цікавую и корисную информацию, и очень надеемся, что эта информация станет вам при нагоде. А я прощаюсь с вами до следующей встречи на нашем телеканале, телеканале Миколаев. На всё добре. Субтитры подогнал «Симон»